Всем привет! Меня зовут Олеся и вы на моем канале о вязании. Я вас здесь очень рада приветствовать. У меня сегодня суббота, 26 число, и я хочу показать вам, чем же я занималась, пока мы с вами не виделись, что я делала, что у меня появилось новенького. Я завела себе еще один маленький процесс, и это носки. Носки из вот этой пряжи. Это регия премиум Мерина Як. У меня вот такой вот красивый моточек, который у меня размотан пополам. То есть 100 граммовый моток размотан пополам. И я начала вязать носок. Вот как можно его увидеть. Вяжу я на длинной леске, то есть на спицах с длинной леской. Это спицы номер 2,5. Мне больше всего нравится, как выглядит эта пряжа именно на этом номере спиц. Обычно я носочную пряжу вяжу на спицах номер 2,25. Но в чем здесь проблема? Я нашла отличный узор, который мне прям очень-очень понравился. И я захотела попробовать связать носки именно таким узором. Но я неправильно, вернее, когда я думала, как бы начать вязать резинку, то я решила распределить петли и сделать немного не одинаковую резинку. И я это попробовала, и мне не понравилось. То есть я начала, когда вывязывать узор, вот видно. То есть в одном месте я решила сделать резинку, поделила ее посредине, изнаночные петли вставила. Но мне не нравится. То есть я буду начинать резинку, как идет узор. Получается, сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Четыре изнаночных, две, вернее, четыре лицевых, две изнаночных. Как у меня идет, дальше будет узор идти. Только сначала будет идти такая резинка, а затем будет переходить уже в узор. И это я хотела вам показать на видео и распустить. То есть без этого я не хотела распускать. Хотела показать такой свой небольшой просчет. И вот теперь, после этого я теперь все показала и все это распущу. Мне не нравится именно переход после вот этой резинки к узору. Смотрятся они красиво, и я решила, что лучше я переделаю. Это носки на мой размер, на 38-й. Очень надеюсь, что получится хорошо. И здесь 60 петель. Так что это все распускаю. И посмотрим, что будет дальше. Еще что у меня есть. Это момент. Это я вяжу платье. И вот так вот. Платье сейчас выглядит вот так. То есть я вяжу, вяжу потихоньку, не торопясь. Здесь у меня уже связано 8 прибавок. То есть 7 прибавок в каждом седьмом ряду. А дальше я буду увеличивать ритм. То есть 8 прибавка в восьмом ряду. Девятая прибавка в девятом ряду. Десятая в десятом. И так дальше. Пока я не сделаю 17 прибавок. Всего по расчету мне нужно провязать 181 ряд. Здесь провязано чуть больше, чем 50. То есть еще очень много. Но процесс идет. И вот потихоньку платье я это продвигаю. И также завела носки, которые я вам показывала. Которые хочу теперь распустить. И начать вязать заново. Так. Я переподключила камеру. И хочу вам теперь показать, что чем я занималась в свободное еще то же время. Я перематывала пряжу на пасмы. Так. Сейчас поставлю здесь вот это еще. Вот. Я уже начала укладывать пряжу в ящик. Вот так вот буду складывать. То есть мне теперь нужно с этого ящика переложить в этот. И вот это то, что у меня осталось размотать еще. То есть это абсолютно вся пряжа, которая осталась. Вот три больших мотка такого зеленого. И два больших такого. Но у меня уже почему-то кончились силы. Я после тех домашних сегодняшних дел немного устала. И стоять рядом с зонтом не хочется. У меня устали ноги. Поэтому я сейчас просто переложу эту пряжу. Все поскладываю. Очень красиво. Все сложу в ящик. И просто уберу на полку. Вот. А потом, как будет у меня еще время и желание помотать, тогда помотаю дальше. То есть мне осталось все поперекладывать. И сейчас еще хочу немного навести порядок на столе. Потому что у меня дальше выглядит это вот такой бардак, где все валяется, все попадало. И нужно это как-то немножко убрать. Убрать то, чем я сейчас не занимаюсь. Отсюда поубирать какие-то мотки, какие-то, возможно, проекты. Убрать со стола. Потому что у меня сейчас на них абсолютно нет времени. И они просто пылятся. Вот эти большие пасмы. Вот. Просто пылится пряжа здесь. Так. Возможно, вот так они делают. Вот. Все влезло в ящик. Вот так вот это все выглядит. И как у меня будет еще время, я перемотаю дальше. Сегодня я постирала 5 маленьких пасм, которые у меня лежат вот здесь, в этом ящике. Вот. В этом ящике это то, что лежит у меня на цветной кардиган. На мой девочковый кардиган. И я отсюда брала пряжу. И сегодня постирала 5 маленьких. Вот. Поэтому понемногу процесс стирки. Движется. Сейчас. Я переключила опять камеру. Потихоньку процесс стирки движется. Но. Я не буду сразу перестирывать абсолютно всю пряжу. Я сейчас постираю только то, из чего планирую вязать в ближайшее время. То есть ту пряжу, которая лежит в этом маленьком контейнере, которую я планирую использовать для вязания кардигана. А все почему? Мне написали очень хороший комментарий под каким-то из видео с отстирыванием пряжи, где я говорю о том, что вот хочу перестирать твит, то есть перед вязанием его стирать. И комментарий был о том, что лучше стирать пряжу перед тем, как заходить и вязать из нее. И все почему? Потому что пропитка, которой эта пряжа обработана, она очень хорошо защищает от моли. Поэтому в пропитке пряжа хранится лучше. А так как у меня этой пряжи много, и я не планирую засесть и полгода вязать только из soft-downical твит, поэтому я буду отстирывать пряжу по мере того, как я буду вязать ее. Поэтому сейчас в планах отстирать только тот твит, который лежит в маленьком контейнере, а дальше уже по мере наступления новых проектов из этой пряжи. Вот. На этом пока все, что я хотела вам показать. И как будет что-то новенькое, я обязательно подключусь и расскажу вам. До нового подключения! Сегодня суббота, 27 июня, и мы приехали в очень классное место. Это Baumwimperfad der Schleife. Мы были здесь в прошлом году несколько раз. И вот вернулись снова. Пойдем погуляем, и я вам покажу, что здесь такого классного и интересного есть. Геолокация, как обычно, будет в описании под видео. Так что, если интересно, заходите, смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это снова я. С моего последнего подключения прошло очень много времени. Сейчас удается повязать очень мало, и когда я беру спицы в руки, это для меня прям какой-то праздник. Я хочу просто отдохнуть, насладиться этим моментом, потому что сейчас это происходит очень редко. Даже вечером, когда, казалось бы, да, можно найти время немножко посидеть, повязать. У меня абсолютно нет этого времени. Я постоянно либо учусь, либо готовлю, либо убираю, в общем, все хозяйство нуждается во мне больше, чем в мое вязание. В конечном итоге я решила, что это не должно меня печалить. Просто каждый раз, когда мне удается повязать, это у меня как маленький праздник, и я просто наслаждаюсь процессом. Что я хочу показать вам? Платье мое движется там совсем медленно, и пару рядов в нем я таки провязала. Вот оно здесь у меня стоит. И что я еще вязала? Я в инстаграм уже показывала. Я уже даже не помню, показывала ли я это в каких-то подключениях. Но, наконец, наконец, я придумала, что же я хочу связать из пряжи региопремиум. Да, я показывала это. Я показывала, что мне не понравилось, как я начала вязать этот носок, и то, что я это буду распускать. Я это все распустила, и у меня уже готов один носок. Да, сейчас он немного стянутый, потому что это все же подобие резинки. Вот так вот это все выглядит. И теперь мне нравится намного больше, как получается верх. Вернее, как он получился. Я абсолютно и на 100% довольна. И вот так выглядят, вот так смотрятся прибавки возле пятки. То есть, это пятка стронг, только теперь прибавки здесь выполнены не посредине пятки, вот здесь, а у начала разделения. То есть, я вязала это все спицами на длинной леске, то есть способом Magic Loop. И у меня есть две спицы. И вот в начале спицы и в конце спицы я выполняла эти прибавки не в середине. То есть, я выбрала одну спицу, на которой у меня находились петли пятки, и таким образом выполняла прибавки. Прибавки я встраивала в узор. На мой взгляд, получилось все хорошо и очень гармонично. Мне прям нравится. Дальше выполнены просто убавки здесь, как при вязании пятки стронг. И дальше стопа. Сейчас я одену на руку, покажу. Очень красивый узор. Мне нравится лаконичный, простой. Именно то, что я искала. Очень красиво. У меня летает муха. Это кошмар. Но я уже не буду ее ловить, потому что пока я ее сейчас ловлю, пройдет еще очень много времени, и я не смогу ничего снять. В общем, узор очень красивый. Он простой. Именно то, что нужно было этим носкам, потому что... Нет, она меня все же... То, что нужно было этим носкам, я хотела показать всю красоту пряжи. То есть, не хотела, чтобы был какой-то сильно наляпистый и забивающий пряжу узор. Здесь все получилось просто так, как я хотела. Это настолько здорово найти, наконец-таки, то, что ты ищешь очень давно, то, о чем ты очень давно думаешь. И здесь совпало все очень классно. Поэтому один носок готов. Это носки для меня. Они на 38 размер. И я уже начала вязать второй носок. Но здесь я еще не дошла до узора. Здесь я только резинку вяжу. И вот он второй тоже в процессе. Но сейчас я начала еще один третий процесс. Так, в процессе у меня платье и носок, вот этот второй. Но еще на днях я начала еще один процесс. Это тоже маленький процесс. Это тапочки для дома. Потому что те тапочки, в которых я ходила всегда дома, они у меня протерлись. Протерлись очень сильно. Я их просто выбросила. И мне теперь срочным образом понадобились тапочки. Потому что у нас все еще не так уж жарко, как могло бы быть в июле месяце. Поэтому ходить мне без них холодно. И я начала новые тапочки. Выглядят они пока вот так. Как обычно, вяжу их от мыска. Вяжу в две нити. Такую комбинацию я уже использовала. Это распущенная пряжа от Лана Гросса. Здесь меринос, кашемир и какая-то синтетика полиамид, скорее всего. Распускала я из этого когда-то была связана шапка и снут. Никто их не носил никогда. Пряжа классная. И я решила, что как компаньон к носочной пряже в тапочке, она просто замечательная. Я вязала из такой комбинации носки для подруги. Очень многим они понравились. Веселенькие такие были. Поэтому я решила повторить что-то подобное для себя. И вот начала вязать. Вот в процессе вывязан мысок только. И немного стопы. Когда удается, беру также этот процесс в руки. Вяжу на спицах номер три. И потихоньку продвигаю такое. Как я и сказала, сейчас это для меня больше наслаждение. Больше такой прям отдых. Я уже забыла, что такое спешить что-то закончить. Спешить вовремя, в срок, что-то довязать. Удалось выкроить время на вязание. Я беру спицы в руки и просто пару рядов провязываю. Не получилось. Я занимаюсь чем-то другим. И это абсолютно меня не огорчает. Сейчас у меня такое какое-то расслабленное настроение. Я уже наконец-то иду к своей цели. Я в скором времени закончу курсы. Это будет в сентябре. До конца сентября у меня курсы. И посмотрим, что же будет дальше. Так что такой еще процесс у меня появился. Который я с радостью продвигаю. Что из новенького я еще хотела рассказать. Я не распаковываю эту упаковку. Потому что хочу показать вам. Вот такую вот лаванду я купила. Вот так она выглядит. У нас здесь в городе есть несколько магазинов натуральных продуктов. Там всякие крема, уход и что-то такое. Носки там также продаются из натуральных материалов. И вот там есть вот такая лаванда. Стоимость 4,99. Здесь 100 грамм. Лаванда это из Франции. Она очень сильно пахнет. Даже через целлофановый пакет. И я буду рассыпать ее в мешочки. Которые я заказывала на Алиэкспресс. Сейчас у меня под рукой, по-моему, нет нигде. Чтобы показать такой мешочек. Такие я найду сейчас в момент. Не нашла с лавандой, а нашла с пряжей. Вот такие вот мешочки. Только поменьше. У меня есть разных размеров. Есть совсем такие маленькие. Как раз можно насыпать лавандой. И закинуть в корзинку с пряжей. Так как у меня корзинок этих становится больше. И не во всех из них есть такая лаванда. Мешочек с лавандой. То я решила, что не будет лишним купить еще одну упаковку. Я точно так же делала в предыдущий раз. Купила упаковку. И рассортировала по разным мешочкам. И разложила в коробке с пряжей. Также такой мешочек лежит у меня в ящике с вещами. И я обязательно обновлю. Положу в ящик с связанными вещами. И положу новую. Чтобы пахло лучше. И еще что я хотела сказать. На своем канале я хочу устроить такой небольшой сюрприз для моих подписчиков. Это не будет розыгрыш пряжи. К сожалению. Пока я немного отхожу от одной неудачи с розыгрышем. В прошлом году на свой день рождения я разыгрывала пряжу. И девушка, которая у меня выиграла эту пряжу. К сожалению. Так свою посылку и не получила. Девушка из Украины. Посылка потерялась. И так за целый год она так и не дошла. Я очень по поводу этого переживала. И в конечном итоге я отправила победительнице еще раз подарок. Это была уже совсем другая пряжа. Но я очень рада, что подарок этот получен. Он понравился и теперь я немного побаиваюсь проводить такие розыгрыши. Потому что это немного стресс для меня переживать по поводу того, что посылка затерялась и тому подобное. Поэтому я решила, что я немного отойду от этой ситуации. И возможно в дальнейшем опять проведу розыгрыш на канале, но именно пряжа. Но он будет немного иначе выглядеть, чем было в предыдущие разы. Что же я хочу сейчас разыграть? Это будут вот такие открытки. Эти открытки из очень классного места, которые я показывала вам в начале видео. Я здесь обязательно напишу, конечно же, какое-то пожелание от себя. Вот такие три открытки. И что же нужно сделать, чтобы иметь возможность получить одну из них? Это просто написать комментарий под этим видео. Наверное, в течение недели после выхода видео я с помощью рандомайзера выберу три комментария. Случайных, абсолютно случайные три комментария. И затем отправлю победителям эти три открыточки. Такой небольшой, но, думаю, приятный сюрприз от меня. Я помню, когда я получила тоже так же открытку от вязального блогера. И это было на самом деле очень приятно. Такая минутка поднятия настроения, которое длится потом очень-очень долго. Это очень здорово открыть почтовый ящик и получить красивый привет из другой страны от блогера, которого ты смотришь. Думаю, вам это тоже понравится. Поэтому, если хотите поучаствовать, пишите комментарии, и кому-то из вас повезет. Если мне понравится опыт с таким небольшим розыгрышем, то я буду проводить его почаще. Мы очень часто ездим в какие-то интересные места, и там, конечно же, продаются открытки. И, возможно, я буду проводить такой розыгрыш регулярно. Поэтому пишите, оставляйте свои комментарии. На этом пока всё. И как у меня будет, о чём ещё интересно вам рассказать, я обязательно подключусь и обязательно вам расскажу. До нового подключения! Всем привет! Очень долгое время я не снимала, и сейчас, готовясь к съёмкам, это было так волнительно, как предстоящая встреча со старым другом, которого очень-очень-очень давно не видели. Это вызвало столько эмоций. Сейчас, в последнее время, у меня абсолютно нет свободного времени. Я учусь, сейчас, наконец-то, заканчивается моя учёба. В конце августа я сдаю экзамен, именно немецкий. Потом у меня будет ещё один курс. Но уже, я надеюсь, не в таком стрессе и напряжении я буду. Сейчас вообще не получается выделить время на съёмки, на монтаж видео. Постоянно занята, плюс нужно учиться, нужно повторять. Осталось всего лишь три недели до экзамена, поэтому всё своё время, которое у меня остаётся, я уделяю учёбе, но я всё равно вяжу, я вяжу потихоньку, не спеша, когда у меня вечером удаётся, получается, выделить там несколько свободных минут. Я их уделяю вязанию, так я расслабляюсь, так я отдыхаю, поэтому вязание никуда, конечно же, не уходит, но ему удаётся уделять намного меньше времени, чем мне бы на самом деле хотелось. Иногда это печалит, даже у меня были такие периоды немного грусти и печали, когда я понимала, насколько меньше я вяжу по сравнению с более ранними периодами, когда я просто сидела дома, ничем не была занята. Мне нужно было только заботиться о детях, готовить кушать и убирать. И это были такие счастливые времена. Сейчас, когда об этом задумываешься, да, то очень так немного с грусти вспоминаешь это всё. Но не будем о грустном. Я всё-таки вязала в этот период. Я снимала кусочки небольшие для этого влога. Эта часть уже будет в самом конце. И у меня есть, что вам показать. Самая главная моя работа на данный момент это всё ещё платье, которое я вяжу. И вчера практически я довязала переднюю половинку. Вот, я уже вывязала одно плечо. И вот у меня на спицах второе плечо. То есть теперь это платье большого размера. И я надеюсь, в этот раз всё получится удачно. И ничего меня не подведёт. Осталось, в принципе, с этой половинкой немного работы. Нужно вывязать плечо. На передней части начало углубления горловины начинается одновременно с началом вывязывания скоса плеча. Здесь очень глубокая горловина. Будет ещё обработка. Ещё пока не решила, каким способом я буду выполнять обработку. Скорее всего, это будет кетлёвка. Но нужно будет пробовать. Нужно смотреть именно на платье. Когда уже будут готовы две половинки. Осталось вывязать второе плечо и приступать к вязанию второй части. Да, оно хотя бы хоть как-то продвигается. И это меня очень радует. Но в перерывах между вязанием этого платья, которое очень большое и вяжется очень медленно, я вяжу носки. И это меня немного мотивирует, немного расслабляет. Потому что результата удается добиться быстро. И хоть какие-то готовые работы, хоть что-то готовое, не постоянное монотонное вязание огромного полотна, но немножко, если честно, выгоняет меня в такой... в небольшой день сурка, когда повторяется всё одно и то же раз за разом. И ни к чего не заканчивается, ни к чего не приходит к своему итогу. И это меня немного нервирует. Поэтому в перерывах я взялась вязать носки. И, по-моему, в начале влога я вам уже показывала вот эти носки из пряжи Regia Premium Merina Yak. Вот так выглядит узор. Наконец-то эта пряжа дождалась своего узора, и он выглядит просто волшебно. Я вам оставлю обязательно, либо сейчас вставлю... перерисую этот узор из книги и вставлю вам сейчас фотографию. И, скорее всего, загружу его на Google Диск, и также оставлю ссылку на него. Эти носки связаны пяткой Strong, то есть я их вязала сверху. Ещё я не пробовала вязать в обратном направлении. Хочу поэкспериментировать на детской сначала модели. Но получилось очень здорово. Вот так выглядит. Не пойму, откуда идёт тень, но ничего не могу с ней сделать. Вот так смотрится. Очень классно, и я довольна. Эти носки, как можно заметить, сворачиваются вот в такую трубочку. Всё потому, что я их ещё не стирала. Связала я их уже очень давно, но в ВТО я ещё так и не сделала. Всё хотела показать их на видео, всё хотела снять, заснять, и, естественно, у меня ничего не получалось, и они так в шкафу и пролежали. Так что вязала я их на спицах 2,5 на 60 петель для того, чтобы подогнать к рапорту, к количеству петель в рапорте узора. И я осталась очень довольна результатом. То есть меня всё абсолютно устраивает. Это носки на 38 размер, и, скорее всего, прям сегодня я пойду их и постираю. У нас, наконец-то, будет нормальная погода, и можно будет на террасе их высушить, потому что до этого погода была как бы не очень, чтобы очень. Я всё лето ношу свои джемфера, тёплые. Мой хейвард из Sof Donigal Tweed это, наверное, наиболее часто одеваю мною вещи этим летом, что, казалось бы, очень странным. Но меня постоянно посещает мысль, что я хочу связать ещё себе что-то из Sof Donigal Tweed, но у меня абсолютно нет на это времени. Я себе пообещала, что я закончу сначала вязание платья. Я хочу закончить этот проект и со свободной, с лёгкой душой начать что-то интересное, и поэтому я в параллели вяжу только что-то маленькое, только носки. Вот. Поэтому такие вот носочки случились. Очень рада, что, наконец, выбрала узор, и всё получилось именно так, как я хотела. Узор лаконичный, простой, вяжется абсолютно быстро и легко, и вот такие вот они классные. Очень надеюсь, что после ВТО получится сделать какие-нибудь красивые фотографии, и тогда обязательно они будут в моём инстаграм, который сейчас тоже немного на паузе, страница просто спит. Последнее, что я там выкладывала, была, по-моему, шапка, что было уже очень давно. Вот. Ещё, что я вязала также в параллели, это тапочки. Вот такие вот они смешные. Это тапочки для меня. Вот. И они тоже ещё не прошли ВТО. Я бы очень хотела их уже начать носить, но я не показывала их ещё нигде, ни на видео, ни в инстаграм. Очень хочу их постирать, сделать фотографии и выложить на свою страничку как бы для истории, потому что я всегда вяжу эти тапочки, и нигде они у меня не мелькают, только где-то в видео, а фотографии и нет нигде. Поэтому очень хочу всё это сделать и выложить фотографии. Вот такие вот. Вяжу я их в две нити. Здесь одна нить носочная, а другая нить Лана Гросса какая-то там с кашемиром. Уже даже не помню, что это было. Я когда-то распускала неудачную шапку, и у меня эти моточки идут теперь в носки. Получается очень мягко, очень здорово. Сейчас мелькнула мысль о том, что хочу попробовать в такие тапочки добавить Drop Sky, который у меня тоже лежит, остатки разной моточки. Почему бы и нет? Попробую, посмотрю, как они будут в носке. Возможно, будет тоже тепло и мягко, удобно. Сейчас у меня в работе также носки. И это должны были быть носки для моего друга. Вот так вот они выглядят. Здесь носок с пяткой бумеранг и клином подъёма. Как я показываю в своём мастер-классе. Если вы ещё не видели, то я вам оставлю ссылку на это видео. Там всё очень подробно и понятно. Как можно понять, эти носки также ещё до стирки, потому что я ещё не связала второй. Вяжу их от мыска. Здесь использую для мыска пятки и резинки. Использую другой цвет. Такой тёмно-тёмно-серый с проседью. Вот так выглядит. Но проблема в том, что я напутала с размером и эти носки маленькие. Но я их уже решила не буду распускать. То, что они маленькие, я выяснила уже на моменте вязания резинки. И мне уже было на самом деле очень лень это всё распускать и из этой пряжи перевязывать нужные носки. Я решила, что пусть уже из этой пряжи будут носки на размер 39. И нормально я это переживу. Кому-нибудь их подарю. Возможно, какой-нибудь девушке. Или сама буду носить, потому что мне очень нравится расцветка. Серый, очень красивый, такой ненавязчивый цвет, ненавязчивый узор. Здорово смотрится. И мне они прям понравились. Если никому не подарю, то буду носить сама. И вот я вяжу уже второй. И здесь мне нужно уже начать вывязывать прибавки для клина подъёма. И пойдёт расширение и дальше вязание пятки. Я думала, что я займусь этим вчера, но вчера у меня так хорошо пошло платье. Я довязала последние прибавки и вечером за просмотром сериала с мужем успела вывязать одно плечо. Я была прям очень рада и довольна. Я бы, конечно, и за второе плечо взялась, но было уже очень поздно и нужно было идти спать. Вот. Поэтому сейчас так протекает моя вязальная жизнь. Я вяжу платье, параллельно вяжу носки. И это меня вдохновляет и радует, доставляет такие ощущения, движения, что ли, того, что процесс начинается, процесс заканчивается. И это не дает мне немного впасть в уныние при вязании платья. Это меня немного спасает. Вот. Поэтому такое. Очень часто возникают мысли о том, чтобы начать какое-то плечевое изделие для себя. Очень хочу связать себе джемпер из пряжи Drops Bell, которую я покупала вот недавно в июне. И еще очень-очень много классной летней пряжи, с которой я абсолютно не повязала этим летом. Даже ни одного образца не связала, потому что абсолютно нет на это никакого времени. И все у меня, все время уходит на учебу, на заботы по дому. И чуть-чуть удается повязать платье. Такие мои новости. Не знаю, когда я еще появлюсь в видео. Вязать потихоньку буду. И буду накапливать информацию, которую вам потом буду рассказывать. Но очень сомневаюсь, что получится делать какие-нибудь коротенькие эпизоды, чтобы потом это все соединить в одно видео. Мы никуда не ездим сейчас, ни в какие интересные места. Все время я посвящаю каким-то заботам другим. Не получается никуда выбираться. Только на конец августа у нас запланирована поездка уже после экзамена. Надеюсь, что все это случится и получится. И тогда я обязательно поснимаю. Возможно, именно к этому времени через три недели и выйдет мой следующий влог. Я надеюсь, мне будет о чем вам рассказать. Очень надеюсь, что у меня будут хорошие новости. И я скажу, я закончила платье, но возможно и нет. Вероятнее всего это не случится. Я очень надеюсь на сентябрь, что сентябрь не будет такой напряженный. И тогда я уже в более спокойном ритме и темпе смогу себе ввязать в удовольствие. Такие мои дела. Еще что хотела рассказать. Сейчас у меня появилось еще такое небольшое хобби, которое, конечно, не занимает очень много моего времени, но если бы мне еще в начале года кто-нибудь бы сказал, что в моем доме появится 29 цветков в горшке, я бы очень долго бы смеялась и сказала бы, что это невозможно. На самом деле у нас в предыдущей квартире было очень мало подоконников. У нас были очень большие окна, которые были в пол. И, естественно, там никаких цветов поставить было нельзя. И как-то было очень-очень солнечно. Мы постоянно закрывали ралады, чтобы солнце не напаливало в квартиру. Света было очень мало. Поэтому мы как-то насчет цветов не заморачивались. У меня были две орхидеи, которые быстро отцвели после покупки и спали все время до переезда в новую квартиру. Сейчас у меня 29 цветов. Это очень много. И это еще не предел, потому что у меня в планах есть еще покупка еще нескольких. И сейчас цветы доставляют мне огромное удовольствие. Я постоянно наблюдаю за их ростом, за их развитием. Все так интересно, по-разному растут. И я очень радуюсь всегда, когда наблюдаю за ростом, когда появляются новые росточки. Это так волнительно и интересно. Я знаю все цвета, все названия цветов, которые у меня есть дома. И это доставляет мне сейчас какое-то такое душевное умиротворение, что ли. Прям я радуюсь всегда этому. Поэтому появилось такое небольшое увлечение еще. Здесь, как можно понять, много подоконников в квартире. И цветы стоят не только возле окон, но и на полу я завела два больших цветка, которые... Они сейчас еще маленькие, но они вырастут в очень-очень большие растения, напольные. Поэтому, да, появилось такое еще небольшое увлечение, которое неожиданно ворвалось в мою жизнь после переезда на новое место. Если вам вдруг интересно, что же у меня тут растет, вы мне скажите, я как-нибудь поснимаю все свои цветочки и покажу, что же у меня есть. Вот. В принципе, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось посмотреть, и вы с удовольствием посмотрите мое видео. что я не хотела настолько надолго пропадать. Я знаю, прошло уже просто неприличное количество времени, но, да, заботы, дела, и сейчас прям очень нужно... Это последний рывок, последние три недели нужно очень сильно постараться, нужно приложить усилия и все-таки доделать это, сделать, сдать, потому что неизвестно еще, что принесет нам осень, будет ли опять карантин, будем ли мы опять сидеть дома. Никто этого еще не знает, и поэтому, конечно же, было бы хорошо сейчас сдать, сдать это все. Так что, да, такие мои новости, такие дела. Я была просто невероятно счастлива снимать сейчас этот маленький эпизод. Я соскучилась. Это на самом деле так. И моим хобби является не только вязание, но и съемка видео. Это также доставляет огромное удовольствие. И меня очень печалило то, что не получается это делать, не получается ничего снимать, нет возможности рассказать. Да, и сейчас я очень рада, что получилось пообщаться с вами немного. Я буду очень-очень ждать вас в комментариях. Не забывайте о том, что в начале видео я рассказывала о том, что разыгрываю открытки. Это до сих пор в силе, это до сих пор так. Я хочу разыграть эти три открытки. Так что оставляйте комментарии. И надеюсь, до скорых встреч. Но там как получится. Очень надеюсь, что в конце августа получится снять еще видео и будет в конце месяца новый влог. Всем большое спасибо за просмотр. Очень рада, что вы досмотрели видео до конца. Мне невероятно приятно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Буду просто счастлива пообщаться с вами. Я очень-очень поэтому соскучилась, поэтому всех-всех вас жду. Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»